Слово неотвратимо, наверное, самое главное в этой войне России против Украины. Неотвратимо любое наказание и освобождение украинских территорий. Уже, конечно, это даже не подлежит вопросу. Но вот когда это произойдет и как это произойдет, давайте сейчас обсуждать. Иван Федоров в нашем эфире появляется. Это мэр Мелитополя, городской глава Мелитополя. Иван, доброе утро. Спасибо за включение. Да, приветствую вас. Расскажите, пожалуйста, какая ситуация в Мелитополе на сегодняшний день? Есть информация о том, что все больше и больше силовиков туда оккупанты завозят. Это не является новостью, давайте откровенно. Но, тем не менее, удается ли им справляться с ситуацией, которая сейчас в Мелитополе происходит? Все понимают неотвратимость того, что Мелитополь точно будет деоккупирован как для жителей Украины, так и для самих оккупантов. Они понимают, что они рано или поздно им придется покидать, бежать с нашего города. Но сегодня этого точно не происходит. Сегодня, наоборот, происходит накопление российских войск, накопление приезд новых кадыровцев, новых силовиков, новых полицейских. И милитаризация как Мелитополя, так и Мелитопольщины, так и в целом запорожского направления. Также мы четко понимаем, что это в первую очередь отражается на мирном населении и на терроре мирного населения. Ну, первое. Буквально позавчера создан врагами телеграм-канал, в котором они пытаются выискивать проукраинских жителей города Мелитополя и уже четко угрожают им за любую публикацию в соцсетях, за любую публикацию в анонимных телеграм-каналах. Они каким-то образом начинают вычислять сразу же этих людей будут депортировать в лучшем для них случае. То есть сегодня они перешли на террор населения еще на новом уровне для того, чтобы запугивать наших мирных жителей. Также террор населения продолжается и в том, что сегодня покинуть временно оккупированную территорию почти невозможно, потому что россияне держат наших жителей как заложников у себя, у террориста России, о чем я говорю, невозможно покинуть территорию. Уже третья неделя пошла, когда через линию разграничения в Васильевке жители не могут выехать в Запорожье. Раньше это были ограничения исключительно, ограничения были только для мужчин призывного возраста, после этого стали ограничения для всех. На прошлой неделе они открыли вроде бы как пеший переход через Васильевку, но сегодня он так и не зафункционировал. В пятницу они сказали, что пешком можно переходить по какой-то там уважительной причине. Либо к родным близким, либо еще объясните причину, но факт остается фактом. Сегодня ни один человек не перешел данную линию разграничения. Также стало и тяжелее выезжать через Крым, потому что на пунктах пропуска с Европейским Союзом, между Россией и СКФ, между Россией и Грузией, жителей временно оккупированных территорий, 80% жителей разворачивают и говорят, оставайтесь у себя дома. Поэтому мы видим о том, что россияне хотят держать как заложников наших жителей, и тем самым дополнительное давление на них создавать. Дополнительный террор за счет чего еще есть? За счет того, что они массово пытаются забрать гривну с оборота. Мы понимаем, что все наши жители держали все свои сбережения в гривне, точно не в рубле. Все мы видели, что случилось с рублем после деоккупации Херсона, когда эта фейковая валюта превратилась просто-напросто в бумажки и мусор. Поэтому наши жители держали все в гривне. Но вот уже вторую неделю массово изымается гривна из оборота, спекулятивно, по непонятному курсу. Поэтому сегодня наши жители хотя бы пытаются купить продукты долгосрочного сбережения для того, чтобы забить себе холодильники, забить себе какие-то склады и готовиться к деоккупации. Но россияне хотят сделать запуганных, нищих людей на временно оккупированных территориях. По их мнению, таким образом легче будет получить согласие на повиновение после 10 месяцев оккупации. Так, давайте прямо сейчас посмотрим видео. Очень интересные коллеги, прошу показать изображение с моего экрана. Значит, то, что мы сейчас увидим, это Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя, опубликовал это видео. А вот сейчас запустим его. И вот что мы видим. По его информации, огромное количество военной техники зашло со стороны России и двинулось через город Мангуш, Мариупольский район в направлении, как раз Бердянская и Мелитополя, о котором мы говорим. И, значит, уже из города Урзуф в Мангуш целые колонны зашли в состав, составом в Мариуполь и после этого двинулись в сторону Мелитополя. Действительно, очень большое количество военной техники. Иван, расскажите, вот все-таки их задача какая? Они строят линии обороны или это просто люди, которые патрулируют улицы? Вот кто, кто вот те военные, которых мы сейчас видим на экране, какая их задача? Если, конечно, у вас есть такая информация. Ну, конечно же, те военные, которые мы видим на бронированной технике, это не те, кто патрулирует улицы, патрулируют улицы, другие силы и средства. А эти военные готовятся к обороне, либо готовятся, как они постоянно развивают свою пропаганду к какому-то наступлению, которое попросту невозможно. Если мы посмотрим на протяжении 10 месяцев, раз в месяц, россияне говорят, что вот-вот они берут Запорожье. Но мы же понимаем, что этого не случится никогда. Никто Запорожье из российских военных точно не возьмет. Но количество военных – это десятки тысяч. Сегодня сконцентрированных только на территории города Мелитополя и Мелитопольского района. Причем к военным мы должны относить не только те, кто ездят на бронированной технике и держат автомат. Это сотрудники спецслужб, ФСБ, разведки, контрразведки. Это точно такие же военные, которые сегодня насытили массово наш город. Если брать по процентному соотношению, то вот этих приезжих гастролеров военных на территории Мелитополя точно больше, чем мирного населения, которое осталось и не выехало из временной оккупации. Что касается строительства линии обороны, действительно они их строят, действительно они сначала мусором каким-то строили, потом бетоноконструкциями, но объективно стирали ровно такие же линии обороны, строились и на территории Херсонской области, на правобережном Херсонщине. Чем это закончилось? Тем, что от этих линий обороны бежали они очень быстро. Поэтому точно необходимо помогать нашим вооруженным силам, верить в наши вооруженные силы и поддерживать всем, чем только можно, для того, чтобы наши территории как можно быстрее освободились. Спасибо громадное за включение, за то, что четко характеризовали ситуацию, которая сейчас происходит на временно оккупированной части Запорожской области. С нами был Иван Федоров, мэр Мелитополя. Субтитры создавал DimaTorzok